Вас приветствует портал Аквагрупп. Продолжаем обзор оборудования. Сегодня мы поговорим о насосах серии AJC. Их особенностью можно считать техническое усовершенствование и другой принцип работы, в отличие от вихревых насосов серии ADB. В конструкции насоса используется рабочее колесо центробежного типа сложной формы. В насосной части рабочее колесо закрывает диффузор. В зависимости от модели могут быть установлены либо эжектора разного диаметра и длины, либо трубки вентури. Поверхностные самовсасывающие насосы серии AJC применяются в системах частного водоснабжения и садоводствия. Используются для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и специальных резервуаров. Могут применяться для повышения давления воды поступающим насос самотеком. Насосы этой серии не боятся песка и воздуха в системе, что является несомненным преимуществом. Насосы серии AJC всегда присутствовали в линейке оборудования компании Акварио. Оценивая потребности рынка и спрос, эта серия расширялась. Появлялись новые модели насосов. Отметим, что в зависимости от применяемых гидравлических приспособлений, эжектор, трубка вентури, насосы делятся на подгруппы с различными напорно-расходными характеристиками. AJC 80100, AJS 80100 или нержавейка 80100, AJC 80B и 100B, AJC 60C и 125C. Рабочие колеса насосов серии AJC выполнены из латуни и отбалансированы. Данная процедура снижает вероятность биения колеса в процессе эксплуатации. Рабочее колесо AJC 60C выполнено из технополимера. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали. Он износоустойчив, долговечнее и качественнее вала из черной стали. Не подвержен коррозии. Ротор и статор насосов Акварио собирается на автоматических линиях сборки, что безусловно положительно сказывается на работе самого насоса, на его производительности и потреблении электроэнергии. В двигателе применена защита от перегрева многократного срабатывания. При его перегреве цепь питания автоматически размыкается. Важно! Максимальная производительность насоса всегда зависит от нескольких условий. Как правило, это глубина водособора, высота подъема, планируемое давление в системе. Поэтому она определяется как диапазон значений, а для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. Переходим к обзору и параметрам каждого насоса. Насосы AJC80 и AJS80 идентичны по своим техническим характеристикам. Данные модели отличаются материалом корпусов. В СИИ материал корпуса чугут, у СИИ материал корпуса нержавеющая сталь. Максимальная производительность составляет 46 литров в минуту, а максимальное давление 45 метров. С потреблением энергии 800 ватт. Полезная мощность составит 600 ватт. Насосы AJC100 и AJS100 также отличаются друг от друга только материалом корпуса. Чугун и нержавеющая сталь. Они имеют другие расходонапорные характеристики по сравнению с предыдущими вариантами. Насосы сотой модели примерно на 11% мощнее своего младшего брата AJC80 по параметру напор и на 20% по параметру расход. Максимальный напор составляет 50 метров, а максимальный расход 55 литров в минуту. Потребление электричества составляет 1 киловатт. Следующей группой насосов мы рассмотрим насосы с литерой B. Это насосы AJC80B, AJC100B. Особенностью данных насосов является использование в их конструкции насосной части трубки Вентури. Приспособление, которое улучшает напорные характеристики и может вести работу с воздухом в системе. Другими словами, удаляет его из насоса. По напорно-расходным характеристикам отличия незначительны по сравнению с предыдущими моделями этой серии. Потребление электроэнергии соответственно 0,8 киловатт и 1 киловатт. Существенное отличие AJC100B. Благодаря мощному электродвигателю 1 киловатт и применению в гидравлической части трубки Вентури насос AJC100B способен забирать воду с глубины до 8,5 метров. И завершают наш обзор модели AJC60C и AJC125C. Модель AJC60C была задумана и запущена в производство как самая доступная модель. В насосе установлено рабочее колесо из технополимера. Потребляемая мощность двигателя составляет всего 550 ватт. Гидравлических характеристик насоса вполне достаточно для обеспечения водой небольшого частного дома. Насос модели AJC125C самый мощный в этой серии. Он потребляет порядка 1150 ватт электроэнергии. Применение мощного двигателя и эжектора удлиненной формы позволяет насосу забирать воду с глубины до 8,5 метров. Так же как и модель AJC100B. Тогда как все остальные насосы этой серии работают с 7,5 метров. Итак, самовсасывающие насосы серии AJC способны вести борьбу с воздухом, который мог попасть в систему. Данная работа проявляется в разных моделях по-разному. Самую большую защищенность от воздуха имеют насосы с литерой B, потому как в них установлена трубка винтуры. Потом насосы с литерой C, где установлен удлиненный эжектор. И далее простые насосы без литера. Насосы серии AJC не боятся песка. В них полностью отсутствует эффект прикисания рабочего колеса ввиду другой конструкции насосной части. Они просты в эксплуатации. Для их обслуживания и ремонта не требуется каких-либо специальных навыков. И не забывайте, все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам напряжения в сети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всегда использовать стабилизатор напряжения. До новых встреч!